Чтобы не остались лесом дремучим, в Югре могут поменяться подходы к образованию детей, которые большую часть времени проводят с родителями в тайге. Многие из них сегодня не посещают дошкольные учреждения. С этой проблемой столкнулись и в сельском поселении Угут Сургутского района. Там побывала губернатор Наталья Комарова, чтобы на примере этой территории обсудить с общественностью и педагогами, как решить проблему. Недавно социальная сфера Угута приросла новым объектом. Здесь открылся современный детский сад. Проблема очередности теперь закрыта, но вместо дефицита мест образовался дефицит детей. Целая группа сейчас пустует. В то же время на территории поселения около 80 ребят не охвачены дошкольным образованием. Это дети из категории коренных народов. Семьи ведут традиционный образ жизни и обосновались глубоко в тайге. Там организовать детский сад тоже невозможно привезти сюда. То есть в зимнее время это по зимнику. Представляете, на Буране 50-70 километров провезти ребенка. Но это же невозможно, правильно? А летом только по воде. Это 500-700 километров. То есть разбег очень большой. Это не просто труднодоступное поселение. Эта проблема касается не только Угута. В большинстве отдаленных поселений такая же ситуация. Причем далеко не всегда дело в доставке ребенка. В садик родители не отдают и во многим другим причинам. Но как бы то ни было, решение искать надо. Возможно, оно будет нестандартным. На встрече с общественностью и педагогами глава региона предложила один из таких вариантов. Детки не посещают детский сад. Значит, они с родителями проводят это время. Значит, мама не работает. Тогда, может быть, дать возможность маме работать, если она, например, специалист, который может научить ребенка, что-то с речью, поставить речь или, я не знаю, изобразительное искусство или танцы, или еще что-нибудь этого маленького малыша до трех лет. Она заодно и подработает, мама. И мы вовлечем на доверие и на том, что это возможно, еще какое-то количество детей. Идея оказалась неожиданной для всех участников совещания и спровоцировала целую дискуссию. К таким смелым экспериментам в образовательном сообществе явно не готовы. Однако губернатор призвала не бояться пробовать и предлагать новое. Главное, чтобы это оказалось эффективным. Ведь на кону судьбы детей. Воспитываясь до семи лет дома, они часто приходят в школу неподготовленными социально и психологически, к незнакомой обстановке. Многие даже не понимают, зачем учиться, если все равно намерены вернуться на стойбище. Такое сознание тоже нужно менять. Мы все должны понимать, что образование создает самую высокую степень свободы для человека, где бы он ни был. А мы все работаем для того, чтобы на самом деле, где бы человек ни находился, он мог себя реализовать. И не выбор получать образование или не получать образование, а выбор, какое получить образование с тем, чтобы человек считал, что жизнь удалась. Можно удаленно выполнять ту или иную работу. Сейчас очень много профессий, которые востребованы, рабочих мест, которые востребованы удаленно, дистанционно и так далее. Что касается в целом образовательного пространства для развития детей, то в Угуде, несмотря на его внушительную удаленность от городской жизни, оно создано полноценное. Помимо детсада есть школа-интернат, творческие кружки, организация школьного лесничества и военно-патриотический клуб. То есть команде педагогов есть, что предложить местному подрастающему поколению. Главное – заинтересовать его в образовании самого раннего возраста. Светлана Славкина, Роман Турбин, Вести Югория, Сургутский район.